Привет, зритель! Помнишь вот этот чай? Я как-то его обещала обозрить. И что-то все у меня руки не доходили, а обозрить я его обещала именно как заварить. Так вот, зритель, чувствую себя как дома, точнее не забывай, что ты в гостях. Это наш чай с плесенью, если ты еще не понял, это Хэй Ча Хуан Дун с плесенью пить днем и вечером. У нас сейчас как раз день. Так вот, если воспринять, что пуэр это не само какое-то название определенного чая, допустим, чай с ромашкой или еще что-то, а вот именно просто сурчай, то чай с плесенью это вариация пуэра. У нас есть тут совершенно чистая крышечка из-под какого-то контейнера. Очень неудобный пакетик на самом деле, хоть и закрывается довольно удобно. Ну, в смысле крепко закрывается, но я думаю, что удобнее будет уже этот пакетик порезать, благо ножницы в досягаемости. Неудобная упаковка. Надо порезать так, чтобы у нас инфармашка не сбилась, пока мы будем с тобой пить чай эти засчитают инфармашки. Смотри, ну чай мне пуэр. Я тебе вот вытяну руку. Давай мы его по фуншую сделаем, окатим сейчас водичкой. Как бы делала моя уже бывшая начальница, отдавшая богам душу, чашки. Она окачивала чашку, которую обычно видела. Ну, короче, эта чашка очень долго не видела мытье. Но она окачивала эту чашку, поливала потом горячей водой цветочек, но мы были в раковину. Засыпала туда чай и после уже заваривала. Пила она в основном зеленый. Ты видишь, зрители, вот эти желтые точечки? Это и есть так называемая золотая блесень. Посмотрел, да? Я просто тебе покажу, зритель, как можно заварить этот чай, благо заварка осталась в чашечке. У нас есть чашечка. Ну и еще прогреем. Именно сам процесс, когда я заливала, закидывала в заварочник чай. Заливала его водой и настаивала, не записался. Ну и пока я зачитывала тут информацию в пакете качая. А потому, раз у нас такая оказия, но при этом осталась еще на наше счастье заварка. Я-то думала, тут вообще на один раз осталось. То мы сейчас заварим это в чашке. На как раз где-то на 200 мл. Тут как раз где-то столько нужного и есть. Как инструкция гласит, одна вторая чайной ложки на 200 мл. Ну, учитывая, в каком виде приходит этот чай, то бишь прессованный, его, конечно, можно разделить, то мерить чайными ложками не вариант. Надо писать по граммам, а не чайными ложками. Но сколько пафоса там было на этой бумажечке, с одной стороны чайничка, точнее чайного пакетичка, то, в принципе, ожидаемо, что они не пишут граммами. Вот я сейчас так поставлю, чтобы было видно. Вот он будет стоять так, вот здесь вот. А из этого я сейчас налью, уже тут заварилось, а тут пришло уже минут 10-то точно. К чаю у меня есть два орешка бразильских. Мы можем, в принципе, залить это по-китайски. А одной заваркой. Он не супер такой сильный настой, наверное, как вот ты видишь. Как бы, да, он тёмный, но заливается он не слишком тёмно. Ну, и можно тут ещё залить ещё раз. Это же. У нас на улице серая полудозливая погода. Ну, шо ж. Зато и здравия, зритель. Я его, наверное, год уж не заваривала. А может, чуть меньше. Я тогда что-то пила-пила, а потом пообещала сделать обзор чая на камеру человеку и оставила его в долгий ящик. Хотя для тебя-то лучше вот так вот, без рисунка прозрачненько. А тут смотри, как он тут постепенно вниз падает. Что-то сверху зависит, а что-то снизу. Дэй-в-вторых, построек. Хор, защитный. Тут не выигравный. Дэй-в-вторых. Вот. Вот. Господи вон грыз agenda и посп了. Он более жидкий Допустим, вот 7, 10, 15-20 летний пуэр Он более такой насыщенный Темный, как бы густой Так же, как вот если хорошая смола пуэра Ну, шарика 2 1-2 грамма на чашку Густой такой настой И по вкусу он немножко напоминает Именно вот такой запотопный пуэр В смысле, старый пуэр Интересно, заварится второй раз? Вот смотри Тут смотри, у нас есть процесс заваривания в чашке Он постепенно опускается вниз Может даже и неплохо, что у меня пропало минут 20 записи видео Ну что ж Он, кстати, сливка такой Немножко так горчит Может его разбавить, допустим Просто водой Но, как обычно, заливаешь заварку Потом кипяточка добавляешь горяченького Или холоденького Или того и другого Давай прочитаем кармашку Хэйча Прессуют в форме кирпича Прессовка легкая Слои отделяются очень легко При изготовлении этих кирпичей Используется особая сложная технология Тут все дело в золотых цветках Циньхуа по-китайски Золотые цветы – это особая благородная золотая плесень Которая носит красивое латинское название Eurotium kristatum Относится она к ряду пробиотиков То есть полезных бактерий Которые в определенных температурных условиях Присутствуют при солном чае Единственный тип чая, на котором может возникнуть подобный грибок Это как раз хэйча Хэйча без золотых цветов Вообще не хэйча Самое главное свойство хэйча – это расщепление липидов или жиров Этот чай номер один для тех, кто хочет похудеть Среди других полезных свойств Улучшение работы кровеносных сосудов Желудочно-кишечного тракта Нормализация давления Сахара в крови Выведение токсинов И замедление процесса царения А знаете ли вы, что листья чая собираются и сортируются вручную? Труд сборщиков достаточно тяжелый и монотонный Соотношение массы готового черного сырья и сырого листа около 1 четвертой То есть на изготовление килограмма чая требуется собрать 4 килограмма листа Человек на 75% состоит из воды Регулярное употребление чая и получение вместе с ним жидкости и полезных веществ позволяет вам обновить организм на 75% Кроме того, польза жидкости, получаемой с чаем, заключается в том, что именно она выводит из организма вредные вещества Токсины и шлаки Дефицит жидкости приводит к сонливости и чувству усталости Возможно даже головокружение Потеря влаги – одна из главных причин преждевременного старения Вода необходима для того, чтобы предотвратить появление морщин Сохранить кожу упругой и гладкой Она также очищает поры от загрязнений Вот так Ну и тут у нас Хэй Ча Хуан Лун с плесенью Пить днём и вечером Замедляет процессы старения Нормализует давление Выведение токсинов Улучшает работу кровеносных сосудов Особая благородная золотая плесень В Куэре тоже есть плесень Может быть не золотая, но плесень Способы заваривания Перед завариванием пролить чай кипятком До полного раскрытия аромата и вкуса Си Ча В чайнике на 1000 мл В общем, в любом варианте заваривать надо Температурой 100 градусов Цельсия То бишь только что с кипящей водой Кипящей водой Чайник у нас долго сохраняет Эту температуру 100 градусов Одна столовая ложка на чайник 100 мл И подождать, ну после того, как заварил водой 7-10 минут Проливом в гунфу чайнике 150 мл Одна столовая ложка 7-8 проливов 40 секунд Плюс 10 секунд К каждому последующему проливу И в кружке 200 мл Одна вторая чайная ложка 7-10 минут Мы сейчас как раз в 200 мл тут и завариваем И в термосе 100 мл Одна столовая ложка 7-10 минут Так как я не помню А тут нигде никакого опознавательного знака нет Что это за фирма была Но у этой фирмы этот чай был Номер 8 чайной коллекции 2019 год сбора Провинция сбора Аньхуа 50 грамм Аромат винно-древесный Настой насыщенный темный цвет Вкус землянистый Срок годности 10 лет Дата изготовления А дата изготовления у нас 10 ноября 2020 года 100% органик Вот на самом деле Этот чай Что тогда Что сейчас При первом питье Еще знаете Напоминаю Бывает такой Очень хренового качества Самый дешевый Иногда продается По большой цене Черный чай Чаще всего Он очень мелко листовой Прям вот такая труха Чуть крупнее Чем мелкий в пакетике Хотя бывает иногда И пакетированный крупный Короче У мамы на работе В моем детстве Черный чай Заварочники Заваренный водой Библиотечный Был примерно похожий По вкусу Хотя был обычный Черный чай Так же и тут Хотя вот у нас есть Более концентрированный вариант Сейчас будет Когда-нибудь Он заварится Опадут листики вниз Я его двигаю И они опадают Ну что подвигать И они быстрее опадут Сверху Сверху Сплыла плесень Золотая Сверху Одна плесень Снизу Один чай Возможно 25-летний пуэр Какой-нибудь Попадется Ростерпи Репрессионный И примерно По той же цене Вот это вот 50 грамм Даже если там Те же самые 50 грамм Бери вот это Если конечно Тебе очень хочется Попробовать Хотелось сказать Зеленый чай С плесенью Черный чай С плесенью То бишь Чай Типа пуэра С золотой плесенью Там другая Какая-то плесень Не золотая Она не отделяется По цвету Чайных листиков От самих Чайных листиков А тут у нас Золотая плесень Захочется именно Золотой плесенью Ну Хозяин-барин Можешь попробовать Не то чтобы я Супер разочарована Этим чаем Но я ожидала От него Вау Часть золотой плесенью Черную часть Золотой плесенью Оказалось Это тупо пуэр Причем Ну такой Среднесортненький Если же ты Вдруг увидел Влад Я помню Как-то Первый Наверное Первое лето Работала в библиотеке На замене летом И купила Гунтин Тогда еще был Магазин Ну в общем Он сначала был Тарксин Потом весна Кажется А потом уже Стал Дикси И вот тогда Он еще вроде как Был весна У меня баночка До сих пор жива Там было Грамм 50 Или чуть больше И он стоял Давно Его никто не покупал Пришла Леля И купила Уже слегка Просроченный Плюс Минус Там Сколько он может Еще жить Этот Гунтин В общем Десятилетний Императорский Либо дворцовый Он еще называется Он же Гунтин Пуэр Росыпи Цвет Пуэра Росыпи Бугунтин Немножко Отличается Вот самой Заварки Сухой От другого Какого-нибудь Пуэра Она ближе Такая Коричневата Ну между Черным и коричневым Ближе к коричневому Такая Бледно-серо-коричневая Даже бледно-красно-коричневая Короче Коричневая Я вспомнила Как одна Зрительница В комментах Чата Стрима Написала Что она Не различает Коричневая От серого Вот Что-то Такое Среднее Тепло-коричневая Запах у него Такой Вот Ярко выраженный Вкус у него Тоже такой С молоком Я его пила Чтоб хотелось Меньше есть Дольше Возрис сохранялась Ну и Вот Пришел к нам К лекции Подготовился Там Или еще что-то Вот Почитал что-то Я тогда вроде как Год пропускала И Собиралась только Еще на следующий год Поступать В ПЕТ И вот Читала Чтобы подготовиться К Поступлению Там То-се И вот С молоком Я его пила Во-первых Действительно Еть хочется Меньше Во-вторых Он такой По вкусу Жуткий Что очень сильно На любителя Вот Земляной вкус С молоком Очень такой На любителя По свету Он похож на Кофе с молоком Какао с молоком По свету Он очень такой Красивый Варила я его В турке Так вот Если ты вдруг Увидишь Императорский чай Ну Императорский Пуэр Потом Просто Пуэр какой-нибудь Прессованной Росыпи Без разницы Тому Пуэру Кстати Он умел Сесть того Что ему там Лет 10 Был Он еще Просрочился Короче Он довольно Такой 15-летний Был Пуэр Долго Долго Еще Жил В общем Императорский Пуэр Вот этот Пуэр Просто Пуэр Или Вот Вариацию Пуэра Которая Называется Золотой Плесенью И ты При этом Чувствуешь Допустим Во вкусе Просто Пуэра Сырую Рыбу Сырую Картошку Сырую Землю Орехового Вкуса Никогда Не чувствуешь Ну Не получается У тебя Его Учувствовать То Бери Тогда Золотой Плесенью Тут У нас Пока Заваривается Мы Посмотрим Случится Ли Вторая Нормальная Заварка Она Еще Более Прозрачная Еще Более Менее Еще Менее Насыщенная Хотя Мне кажется Она Бледненькая Может Быть Она Такая По Насыщенности Такая Одинаковая По Цвету Он Просто Как Обычный Черный Чай В общем Учитывая Что Сейчас Я пью Чисто Заварку Она Совершенно Такая Ненасыщенная Мы В принципе Можем Ускорить Процесс Сейчас Ложечка Какой-нибудь Помешаю Существую Давай Помешаем Я Подожду Пока Он Немножко Устоится И опустится Вниз Это Заварочка Но Вот В чашке Он Действительно Дает Более Такой Темный Цвет Заварки Что Хочу Сказать Я Не Впечатлена Этим Чаем Не То Чтобы Я Жалею Деньги Я Не Помню Сколько Он Стоил Помню Что Покупала На Вайберис Он Был По Скидке Но Даже По Такого Чая Как Б Попробовала Один Раз И Ладно Не Тот Вариант Чая Который Я Захочу Покупать И Пополнять Свою Коллекцию Периодически От Безысходности Чай Безысходности Дорогой Чай Безысходности На Безрыбье И Рак Рыба Тут Немножко Этой Плесень Осталось Еще На Палочках Чая Листики Есть Черненькие Есть Немного Такие Слегка Зеленоватые Выжмем Все Из Него И Зальем Его Еще Повторно Да Заливать Сейчас Прям Не Стоило Потому Что Там Вода Одна Пошла Так Вот Ты Сам Видел Сейчас Зритель Если Здесь Был Пуэр То Залил И Все Равно Была Какая Немножко Цветная Пошла А не Белая Моопей Человек Который Хотел Обзор На Этот Чай Тот же Самый Человек Что Хотел Обзор На Кольцевую Лампу Первую Смотрю Вас Ник Я Помню Так Так Вот Смотрю Вас Если Ты Это Смотришь Вот Придешь Какой Кафе Если У них Есть Возможность Выбрать Много Всяких Чаё Бывают Такие Кафе Рестораны Тярики Иногда Были Такие У нас В Углич Одно Такое Было Там Всегда Можно Было Доказать Хорошую Сенчу Не Какую Там Китайскую Хрен А Реально Хорошую Такую Сенчу С травянистым Момент Что Сначала Все Хорошо А потом Процесс Продук Портится Если Все Еще В том же Виде То Это Круто Мы С Подругой Туда Часто Заходили Одно Время И Еще До Введения Режима Масок Налицо Так Я К чему Если У тебя В городе В заселенном Пункте Или Вообще Планета Придешь Есть Возможность Зайти В Голотую Часть Плесень Попробуй Там Чисто Выбери Чая Заказать Если Он Понравится Тогда Да Можешь Искать В интернете Там Еще Удивите Заказывать И пить А так Не трать Зря Деньги Да Вот Видишь Третью Заварку Оно Не Выдерживает На Третью Заварку Надо Будет Долго Ждать А Поставить Это Так И Видно Было Плетень Всплыла Он Более Темный В Таком Вот Виде Тут Вообще Видно Как Она Растворилась Это Заварка И Плавает Она Где-то На 2 5 Да На 2 5 Даже Ну В общем Да Чуть Меньше Половины Эта Заварка Занимает Вот В этом Стаканчике И Вот Более Насыщенный Вкус И он Немножко Все-таки Вот Именно Вот В этом Варианте Заварка Он Напоминает Чуть 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 Пуэр Тот Самый Пуэр Который Старенький Такой Хороший Мягкий Такой Бархатный Вкус Фруктовых Ноток У него Конечно Нет Но Я чувствую Иногда Пуэр Который Именно Такой Состаренным Или Искусственно Состаренным Пуэр Скоро Так Ну Старый Пуэр Не будем Брать Искусственно Состаренный Потому Что Мне Кажется Искусственно Состаренным Ну Такая Требуха Там Конечно Можно Найти Какой-то Вкус Ну Вот Может Даже Пользовать Но Старый Пуэр Он Отдает Лично Для меня Шерстью Шерстью И Такими Слегка Ореховыми Нотками И Вот Здесь Чуть-чуть Слегка Переплетается Вкус Земли Шерсти И Немножко Ореховых Ноток Но Чтобы Этого Добиться Это На Небольшое Количество Приличное Количество Не На Небольшое Количество Воды Емкости Готовы В себя Приять Воду И Заварку Приличное Количество Сухой Заварки Тогда Да Палочка У нас тут Совсем Чуть-чуть Осталось Этого Жидкости Он С пузыриками Поднимается У меня Наверх Чуть-чуть Заварки Я думаю Ему Хватило Времени Завариться Пока Мы тут Пили И Вот Что Мы Видим Ну Допустим Если В этом Чайнике 200 Миллилитров Ну 300 Миллилитров И На 200 Миллилитров Ну Не Будем Это Брать За Как Б Норму То Что Тут Написано Потому Что Как Я Уже Поняла Написали От Балды Тут Заварки Было Раза Три Больше Чем Здесь И Вот Несмотря На То Что Тут Заварки Было Раза Три Больше Чем Здесь Цвет Заварки Ну Такой Себе Вот Третья Заварка И Вторая Заварка Вот Здесь Она Сразу Меняется Быстро Цвет Здесь В Чайнике Ему Надо Было Слегка Настояться Хотя Есть Вариант Что Чайники Надо Было Тоже Размешать Ложечкой Чтобы Он Как Славил Симбиоз Сам Собой Все Равно Вкус Еще Некий Есть Ну Что Хочу Сказать Чай На Очень Извращенного Любителя Потому Что Лучше Купить Какой Ни Дешевый Черный Чай Мелко Листовой Самый Какой Нем Гиту Зиту Не Знаю Еще Кого А Если Хочется Реально Пуэра То Лучше Купить Допустим Конфуций В Плиточках Который Будет Следующим Обзоре Посвященным Остаткам Былой Роскоши Моей Чайной Коллекции И Заварить Его Ну Я думаю Зритель Ты Видел Все Свои Жизни Спасибо За просмотр Если Это Осилил Спасибо Те За Компанию Что Попил Месте Со Мной Чаем Если Хочешь Еще Таких Обзоров Дай Знать Каменты Ну И Всем Обнимашки Эй Зритель Поставь Лайк Пожалуйста Пожалуйста Субтитры Субтитры